Дивное чудо Боговоплощения, которое свершилось более двух тысяч лет назад и сегодня наполняет души верующих несказанной радостью. Новую светлую эру для всего человечества провозглашает рождение Христа Спасителя. В Никольском кафедральном соборе многолюдно. Литургию возглавляет епископ Бобруйский и Быховский Серафим. Господи Господи! Это духовная наша составляющая, которую мы бережем в сердце. Это те воспоминания, которые помогают нам жить дальше, помогают верить во что-то святое. Душевный семейный праздник, который нужно провести со своими родными и близкими, посвятить им этот день, подарить им хорошие эмоции, делиться любовью, радостью. Это великий праздник, когда мы все приходим, родные, близкие, пообщаться с Богом, пожелать родным здоровья, мира всем, душевного тепла, равновесия. Светлый праздник Рождества Христова отмечают и во Дворце искусств. Под волшебные звуки скрипки горожане и почетные гости знакомятся с экспозициями. А посмотреть есть на что. Выставка монастыря в честь святых жен Мироносец и прихода в храмы в Бобруйской епархии. Библиотека Ефросиньи Полоцкой презентует книги, которые посвящены жизни и трудам Кирилла Туровского. Праздник, который посвящен пришествию в мир Господа Иисуса Христа, явлению Бога на земле. Поэтому мы радуемся, поздравляем друг друга, встречаемся со всеми своими близкими и всем передаем эту весть прекрасную о том, что Бог с нами. Я поздравляю всех со светлым праздником, Рождеством мира, тепла, уюта в каждом доме, спокойствия в душе. Мы должны жить в мире и созидать. Я вижу таким год. Все необходимое в области есть для этого, есть желание сделать, люди настроены. Поэтому год должен быть хорошим. На главной сцене православный театр «Убрус» презентует музыкальный спектакль святитель Кирилл Туровский «Златоуст Белой Руси». Театральное действие завораживает и переносит зрителей в XII век. Время, когда жил и творил богослов. Задействовано здесь около 200 талантливых актеров, танцоров и певцов. Особую атмосферу праздника создает мужской всехсвятский хор и заслуженный артист Белоруссии Руслан Олехно. Мы подчимся, не мечты заны, где живет волшебный новый год. Я искренне желаю, чтобы этот год был для каждого из вас, для каждой семьи, может быть, самым лучшим в вашей жизни, эмоциональным, благодатным на хорошие события, на новости. Ну и, конечно же, мирного неба. Чтобы каждый из нас любил друг друга, верил в чудо. Вифлеемская звезда, подарившая людям 2000 лет назад надежду, наполняет сердца белорусов состраданием и любовью. Вот она, идеальная формула года мира и созидания. Простая и понятная всем. Самая актуальная для Рождества 2023. Развеет тревоги личные и коллективные. Укрепиться как нация возможно лишь истинной верой, честным трудом и христианским милосердием. Татьяна Горбач, Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобрыск 360.